Сколько в жизни есть вопросов Сколько в жизни есть вопросов Сколько в жизни есть вопросов Что же такое линия Сталина, когда она появилась и почему ее так называют? Сегодня я попробую в этом разобраться Линия Сталина – самый известный музейный комплекс в Беларуси под открытым небом Сюда съезжаются люди со всей страны Масштабы этого места потрясают Реконструкция сражений, окопы и настоящая военная техника Представляете, здесь даже можно выстрелить из холостого оружия Этот музей был построен 30 июня 2005 года на базе Минского укрепительного района Минский укрепительный район был построен в 1935 году Строительство таких сооружений началось в 30-е годы на всех западных границах Советского Союза Укрепления протянулись от Карельского перешейка до Черного моря Создавая единую оборонительную линию Общая протяженность укреплений достигла 1200 километров В ее состав входило около 23 укрепрайонов Главной их задачей было удержание врага на западных границах До прихода основных сил войск Минский укрепрайон имел важное стратегическое значение Защита столицы Советской Беларуси и обороны кратчайшей дороги на Москву Для успешного отражения врага были построены пулеметы и артиллерийские доты Их еще называют полукапониры Полукапонир – это укрепительное сооружение для введения флангового огня в одном направлении Интересно посмотреть, что там внутри Все доты имеют свои уникальные детали и отличия Найти два совершенно одинаковых сложно Смотрите, что тут написано Границы СССР священны и неприкосновенны Эти слова поднимали во время войны дух бойца Ничего себе! Это же настоящий пулемет Максим! Пулеметные доты выполняли несколько задач Не только оборонительную, но и наблюдательную Интересен тот факт, что эти сооружения никогда официально не называли линией Сталина Название линия Сталина впервые возникло в декабре 1936 года Так укрепительные районы именовала только западная пресса и немецкая пропаганда Впоследствии термин «линия Сталина» получил распространение Строительство укреплений началось в 1928 году и длилось до 1939 года На территории Белоруссии было построено 4 укрепрайона Полоцкий, Минский, Слуцкий и Мозырский Самый сильный из них считался Минский Его длина составляла 140 километров Со временем укрепрайон устарел и ему потребовалось обновление В сентябре 1939 года западная часть Белоруссии вошла в состав Советского Союза Это событие изменило оборонительное значение Минского укрепрайона Его законсервировали В июне 1941 года в течение трех дней он оказывал очаговое сопротивление Но силы были неравны и все укрепрайоны были прорваны А немцы к декабрю 1941 года стояли у ворот Москвы Но даже те дни, а где-то и месяцы укрепрайоны помогали частям Красной Армии Сдерживать врагов и внесли свой вклад в победу Редактор субтитров А.Семкин